Весна пришла, дни стали длиннее, солнце светит ярче, голубое небо кажется высоким. Птицы радостно щебечут, хотя по ночам еще морозно. Многие уже задаются вопросом, какая погода нас ждет в первый месяц весны. Однако, по наблюдениям синоптиков, весна наступит далеко не в первый день марта. По предварительному прогнозу Гидромедцентра России, среднемесячная температура воздуха ожидается выше нормы. Норма у нас минус 3,8 градуса. И месячное количество осадков предполагается меньше нормы, норма 27 мм. Согласно официальному прогнозу, весеннее половодие ожидается в первой декаде марта. По прогнозам оно будет достаточно сложным. И при интенсивных весенних процессах возможно достижение значения отметки опасного уровня. Этому способствует несколько причин. Осеннее увлажнение в 2023 году у нас было выше нормы и составляло 107-114% от нормы. Запасы воды в снеге, в бассейнах рек у нас также пока составляют выше нормы и находятся на отметках 170-200% от нормы. Высота снежного покрова в большинстве районов области у нас находится на отметке 51,73 см, при норме 28,47 мм. Высокие сугробы до сих пор напоминают нам о снежной зиме. Синоптик рассказал, как давно была подобная погода в январе и феврале. В период с ноября 2023 года по первую декаду февраля 2024 года в среднем по области выполнено 241 мм осадков, что составило 203% от нормы, при норме 119 мм. Подобная зима у нас была зафиксирована в 2015-2016 годах, где в среднем по области у нас выпало 223 мм и составило 198% от нормы. А вот уже в музее «Метеорологическая станция Симбирска» подсказали, что снежным был и январь 1997 года, когда за месяц выпала двухмесячная норма осадков. Также старший научный сотрудник музея Ирина Михайлова рассказала, какие зимы были в Симбирске-Ульяновске в XIX веке. Тогда метеорологические наблюдения ввел один из первых метеорологов Симбирска, известный врач Павел Казакевич, который жил в доме, где сейчас находится музей. Так, например, февраль 1865 года в Симбирске был очень теплым. Симбиряне отмечали, что ни рождественских, ни крещенских морозов в течение января не было вообще. И только один морозный день отмечался, буквально в первых числах февраля, это минус 16 градусов. Но зато следом последовал очень холодный март. В музее хранятся данные и о рекордных показателях февраля в XX веке. Так, абсолютный минимум, минус 41 градус, был зарегистрирован 13 февраля 1930 года. Абсолютный максимум для февраля, плюс 6 градусов, отмечался 28 февраля 1990 года. По словам старшего научного сотрудника музея, согласно поговорке, март тоже гораст куролесить. В истории первенца весны всякое было, о чем свидетельствуют летописи погоды Симбирска. Крайние температуры воздуха, характерные для март, следующие. Абсолютный минимум, минус 34 градуса, был отмечен 1 марта 1933 года. Необычно холодным был и март 1969 года, когда в последней декаде месяца морозы усиливались в отдельные дни до 31 градуса. Будем надеяться, что март 2024 года будет без сюрпризов и по-весеннему теплый.